Привет, друзья! Это видео будет об экономии. Вы мне скажите, пожалуйста, зачем мы выбрасываем старые батарейки, если в них так много энергии? Эта схема известна уже давно под названием Joule War и очень популярна на просторах интернета. Это простое устройство из четырех радиодеталей способно зажечь светодиод при напряжении питания от 0,3 вольта и выкачать из севшей батарейки всю энергию до последнего джоуля. Напомню, что многие современные электронные устройства, например, беспроводные мышки, считают батарейку севшую уже при снижении напряжения с 1,5 вольт до 1,2 вольта. Не спешите выбрасывать такую батарейку, в ней полно энергии. Мы же за сохранение экологии. Давайте, наконец, использовать ресурсы планеты разумно. В этом видео я покажу, как из простой энергосберегающей лампы сделать энергоэффективный фонарик, который будет работать даже от солевого раствора. Перед вами простейший гальванический элемент, состоящий из дна батарейки, это цинковая пластина, анод, и оголенного медного провода, катод, помещенных в раствор поваренной соли. Вот, смотрите, как это работает. А вот так вот выглядит готовое устройство, помещенное в батарейный отсек от новогодней гирлянды. Это очень удобно. Зеленый светодиод, извлеченный сломанной детской игрушке, дает достаточно света для того, чтобы использовать устройство как ночник или даже на ночной рыбалке. Вот передо мной севшие и потекшие солевые батарейки. Казалось бы, их пора отнести в пункт приема, но даже они способны заставить схему работать. А если сюда мы вставим относительно свежую батарейку, то светодиод будет гореть очень и очень ярко. При этом важно отметить, что для питания светодиода необходимо напряжение не ниже 3 вольт, и сам по себе от одной батарейки напряжением 1,5 вольта он не загорится. Для того, чтобы использовать в устройстве батарейки как типа AA пальчиковые, так и AAA мизинчиковые, я использовал специальный переходник. Теперь все батарейки отдадут мне все до последнего джоуля, никто не спасется. Понравилась самоделка, давайте приступим к ее изготовлению. Вот что нужно сделать. Открываем неисправную энергосберегающую лампу. Сделать это порой непросто. Я воспользовался лобзиком, чтобы сделать надпил на цоколе лампы. Внутри находится плата драйвера. Из ее деталей нас интересует ферритовое кольцо в виде тора и дроссель с тонким медным эмалированным проводом. Очищаем тороид от намотанного толстого провода и снимаем дроссель. Кусачками нужно разломить его корпус, чтобы тонкий эмалированный провод спокойно скручивался. Нам потребуется 1 метр такого провода. Складываем его вдвое, продеваем в кольцо и начинаем намотку трансформатора в одном направлении. Всего нужно будет уложить 100 витков намотки данным проводом. Производить намотку нужно аккуратно, чтобы провод не перехлёстывался и не порвался в месте сгиба. Далее разрезаем петельку и получаем 4 вывода. Теперь нужно соединить начало первой обмотки с концом второй. Чтобы найти нужные концы обмотки, можно их просто прозвонить им метром. Берём конец провода от одной пары и во второй паре выбираем тот, который с ним не прозванивается. Их и соединяем. Вы спросите, а почему нужно именно 100 витков? Ведь в схемах из интернета говорят о 30 витках. Отвечаю, при использовании ферритого кольца небольшого размера, для работы устройства от минимального напряжения витков нужно больше. Вот перед вами устройство, где вместо тороидального кольца используется ферритовый стержень с обмоткой из 30 витков. Если витки хотя бы незначительно раздвинуть, то устройство перестаёт работать. То есть для работы с миниатюрным ферритовым кольцом от минимальных значений входного напряжения витков нужно больше. Итак, трансформатор мы намотали, это самое главное. Далее собираем конструкцию по схеме, которую можно видеть на экране. Помимо светодиода потребуется любой биполярный транзистор. Подойдёт даже тот, что уже стоит на плате драйвера лампы. Но лучше взять германиевый транзистор. Практика показала, что старый германиевый транзистор NPN типа MP37B даёт наилучшие показатели по минимальному значению входного напряжения. Ещё потребуется резистор с сопротивлением 1 кОм. Схему я смонтировал на куске монтажной платы, которую поместил внутрь батарейного отсека новогодней гирлянды. Давайте рассмотрим схему и разберёмся, как она работает. Такая схема называется автоколебательным усилителем напряжения. Впервые схема была изготовлена на электронной лампе в США ещё в начале прошлого века. Итак, при подаче питания изначально транзистор выключен. Небольшое количество электричества проходит через резистор и первую катушку к базе транзистора. Это частично открывает канал коллектор-эмиттер. Электричество теперь может проходить через вторую катушку и через канал коллектор-эмиттер транзистора. Увеличивающееся количество электричества через вторую катушку генерирует магнитное поле, которое индуцирует большее количество электричества в первой катушке. Индуцированное электричество в первой катушке уходит в основание транзистора и еще больше открывает канал коллектор-эмиттер. Это позволяет еще большему количеству электричества проходить через вторую катушку и через канал коллектор-эмиттер транзистора. Этот процесс повторяется в контуре обратной связи до тех пор, пока база транзистора не будет насыщена и канал коллектор-эмиттер не будет полностью открыт. Электричество, проходящее через вторую катушку и через транзистор, теперь максимально. В магнитном поле второй катушки накоплено много энергии. Поскольку электричество во второй катушке больше не увеличивается, оно прекращает генерировать электричество в первой катушке. Это заставляет меньше электричества идти в базу транзистора. С меньшим количеством электричества, поступающего в базу транзистора, канал коллектромиттер начинает закрываться. Это позволяет меньше электроэнергии проходить через вторую катушку. Падение количества электричества во второй катушке вызывает отрицательное количество электричества в первой катушке. Это приводит к тому, что в базу транзистора уходит еще меньше электроэнергии. Эти шаги повторяются в контуре обратной связи до тех пор, пока через транзистор практически не перестанет проходить электричество. Часть энергии, которая хранилась в магнитном поле второй катушки, вышла наружу. Однако, накоплено еще много энергии. Эта энергия должна куда-то уходить. Это вызывает скачок напряжения на выходе катушки. Наработанное электричество не может пройти через транзистор, поэтому оно должно проходить через нагрузку, обычно светодиод. Напряжение на выходе катушки накапливается до тех пор, пока не достигнет напряжения, при котором она может пройти через нагрузку и рассеяться. Накапливаемая энергия проходит через нагрузку в виде большого всплеска. Как только энергия рассеивается, схема эффективно сбрасывается и начинает весь процесс заново. В типичной схеме Джоуль-Вора этот процесс происходит примерно 50 тысяч раз в секунду. Получается, что данная схема имеет импульсную природу и через нагрузку светодиод протекают импульсы напряжения, то есть светодиод на самом деле мерцает. Но так как это происходит очень быстро, то человеческому глазу кажется, что светодиод горит непрерывно. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на полезном канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok